Друзья, всем привет! Как многие из вас заметили, теперь в воскресные дни на канале выходят ролики о недвижимости, о жизни людей, в общем, душевные, жизненные темы. И сегодняшний выпуск этому не исключение, но главным героем сегодня буду я, моя квартира и балкон, тему которого я вынес заголовок. Сегодня я хочу с вами поделиться своим отзывом спустя практически два месяца после покупки квартиры, показать, что мы маленько переделали, что подкупили, дать отзыв на эту квартиру, потому что есть что рассказать и показать вам самое главное балкон. С балконом мы скоро начнем заниматься, готов дизайн проект, готова визуализация, я вам это сегодня все выведу на экран. И что я хочу сделать? Убить двух зайцев. Снимая этот сюжет, мне очень интересно почитать ваши комментарии, потому что я замечаю, что очень часто вы пишете действительно толковые, полезные советы. Я вам расскажу, что мне предлагают сделать с балконом, по моим пожеланиям, сколько это стоит, а вы напишите, где что нужно подправить, возможно, что-то окажется очень дорого, вы этим занимаетесь и вы предложите цену лучше, или назовете хотя бы ориентир, на который стоит рассчитывать. Посмотрев сюжет, почитав комментарии, возможно, кто-то из вас узнает что-то новенькое для себя, потому что ремонт, в первую очередь, друзья, нужно начинать с дизайна проекта, я в этом убежден. В общем, сегодня у нас будет уютный домашний выпуск, который начинается прямо сейчас. Я стараюсь беречь ваше время и понимаю, что некоторым может быть неинтересен отзыв про квартиру, что мне тут нравится, не нравится, поэтому тайм-код сейчас прямо на экране появляется, на какой минуте пойдет речь исключительно про балкон. Кому интересна только эта тема, пожалуйста, переключайтесь и смотрите. Снимаю я сегодня один, поэтому если вдруг где-то будут какие-то засветы, прошу понять и просить. В ту журочке сижу для того, чтобы здесь был микрофон и вам было лучше меня слышно. Начать я хочу в первую очередь с цены, потому что когда я покупал эту квартиру, рассказал, на каких условиях я ее купил, были комментарии, ну как обычно, из серии, все-таки тебя развели, блондин, как ловко они тебя обыграли. Напомню, 54 квадратных метра, двухкомнатная квартира с большой лоджией. Ценник изначально был 10 800, когда я пришел к собственнику, он предложил его купить за 10 500, но потом благодаря риэлтору, для собственника, благодаря квартиру, предложили мне купить за 11. У нее было 3 человека. Это 100%, я был согласен и на 11 миллионов и даже выше. Почему? К сожалению, сейчас я уже не успел заскринить вам объявление. В этом же доме продавалась точно такая же квартира, подобные планировки, но, внимание, на первом этаже, без перепланировки, по состоянию гораздо хуже. То есть там прям смотришь по фоткам и нужно по-любому делать ремонт. Квартира ушла за 12 миллионов 800 тысяч рублей. По крайней мере, больше она не вылетает на каких досках объявлений. Возможно, появится позже сам факт того, что 12 800. Эту же квартиру я забрал за 11. Писали, мол, надо было брать трешку. Вот сейчас трешки продаются по цене 14 миллионов рублей. Однокомнатная квартира, которая на 5 квадратов больше, чем моя, у меня была 27,7. Сейчас продается 32 метра, убитая, вообще без ремонта, за 7 миллионов 950 тысяч рублей. Это я к чему, друзья. Хороша ложка к обеду. Все вот эти советы, когда некоторые, типа, надо посидеть, подождать. Надо подождать, сейчас вот пузырь, он надуется, лопнет, все обрушится и можно будет купить. Я живу сейчас просто в удовольствии, потому что мы переехали из однушки в двушку. Здесь больше пространства. У меня ребенок, это прям ключевое было, что нас подбивало к переезду. А вот так сидеть ждать, ну, что бы я дальше ждал бы, сидел бы. Я не знаю, просто сам факт того, что отмечаю для многих, что происходит на рынке, как с тачками я снимаю, рассказываю, то же самое с недвижкой. Цены как росли, так и растут. Ну, по крайней мере, особо ничего не падает. Новостройки, это вообще отдельная история, купить в новостройке. Были тоже советы. Так зачем тебе старый дом надо в новостройке? Двушка в новостройке, она была бы примерно 60-65 квадратов в этом диапазоне. Ну, и стоила бы она, наверное, миллионов 16-18, а то и 25 же. Где смотреть это без ремонта, это нужно все делать. Поэтому цены космические, а я человек простой. То есть, не надо думать, что блондин там очень богат, что есть деньги и почему-то не купил себе в новостройке. Потому что денег нету. Чаек, друзья, все как положено по-домашнему. Я ради личного интереса периодически захожу, посматриваю, что где продается. Ну, просто мне почему-то эта тема нравится. Самую дешевую квартиру, однокомнатную, в пределах МКАДа, вот буквально несколько недель назад я находил по цене 6,5 миллиона. Это девятиэтажный дом. Площадь там будет примерно 33-36 квадратных метров. Диапазон был 6500-6750 от собственника. То есть, напрямую можно купить убитые. Соответственно, нужно вкладываться по-любому в ремонт. Поэтому вот такие цены только растут. Ваше мнение по этому вопросу можете написать в комментарии. Мы двигаемся дальше. Детская комната. На данный момент она у нас является хламовой-моим рабочим местом. Понятно, что это все временно. Дизайн проекта мы по ней тоже готовим. Он уже, в принципе, почти готов. Но про это я сделаю отдельный выпуск, когда нам все до конца посчитают. Чтобы я вам мог тоже детально рассказать, что к чему. Вот в этих коробках заказал себе стол. Недорогой на первое время. Потому что сейчас я монтирую вот в таком ключе. На пуфик поставил себе компьютер. И сижу здесь собираю. Монтирую постоянно все ролики сам. Мне очень нравится это делать. Чувствую себя художником. Сажусь здесь вечером. Чистый лист бумаги у меня. Кисточкой я пошел рисовать. Вот этот ролик, например, снят 22 мая. Вы смотрите вот 23 мая с 10 утра. Вы представляете? Все сделал сам. Поэтому вот, комната на самом деле небольшая. Но мы как раз обыграем это в дизайн-проекте так, чтобы свободное пространство не оставалось. А именно было грамотно использовано. Это очень важно, чтобы в дальнейшем ребенку тоже было комфортно здесь жить, работать, трудиться, учиться. Вот это прикольная тема. Изначально я даже не понял, что это такое, потому что раньше у меня никогда не было даже дымофона. То есть мы не пользовались. А это оказывается, я бы называю его так, видеофон. Но фишка этого видеофона, что на него выводится 4 камеры. Работают сейчас 3. Одна камера то ли сломана, то ли просто закрашена. Вот я вам показываю, да? Что он видит. И давайте я вам сейчас покажу, как это выглядит в подъезде. Да-да, ребята, это установлены скрытые камеры, которые изначально никто бы из вас вообще не заметил. Все, кто приходил в гости ко мне, друзья, товарищи, я показывал, никто не понимает, где они. Я это выкладывал уже в инстаграм-канал, где многие написали, что за это можно вообще сесть в тюрьму. Но суть в том, что это делал не я и не предыдущий владелец. Это было установлено когда-то вообще от города. То есть была одно время тема безопасности, что были повышены в Москве грабежи в квартирах и были установлены камеры. То есть я когда еще жил в однокомнатной квартире на втором этаже, в 2008 году, когда я поступил учиться студентом, я вечером щелкал телевизор. И тогда там был один канал, где камера общая с подъезда, с нашего пролета выводилась на весь экран. Помню, было еще несколько камер, то есть на других каналах, которые показывали. Я постоянно выходил, вообще не понимал, как это происходит. Думаю, блин, где камера-то? Смотришь? И я так в итоге тогда и не понял. Думаю, вообще чудо какое-то, куда ее спрятали, не мог найти. А сейчас вижу то, что эта маленькая камера, она примерно по размерам, как вот у вас на телефоне. Можете посмотреть, вот примерно такая же зашита. Соответственно, в этом плане свой плюс. Когда приезжает курьер, включаешь, можно посмотреть, как он двигается. Или там какой-то шум в подъезде. Шума, конечно, не бывает, но вот курьеров отслеживать очень удобно. Все вы прекрасно знаете, что как минимум один раз в году отключают горячую воду для того, чтобы провести там технические процедуры. Вот недавно отключали, в квартире уже был бойлер. Никого вас им не удивить, но это, понимаете, приятный бонус. Когда ты заезжаешь, тут раз на две недели нет горячей воды, включили, все работает, мылся я под горячей водой. Вот в этом плане, конечно, плюс. Когда ты покупаешь квартиру на вторичке, с хорошим ремонтом, где жили порядочные, чистые люди, это самое главное. Потому что, когда мы сюда заехали, вот сколько мы ходили, никакого мусора, каких-то там неприятных запахов мы не находили. То есть, здесь мы находимся с первого дня действительно комфортно. Если бы было не так, я бы вам сказал бы по-честному, как есть. Но серьезно, все то, что есть, все то, что было сделано, мы этим пользуемся. За исключением не хватает таких вещей, например, как вот сюда бы красивый шкафчик с вечерним светом. Потому что специально на время купили лампу, когда дочку моем, там я иной раз в ванне полежу, там вечером включаю себе дополнительную лампу, чтобы было покомфортнее. Но вот зал, друзья, объединенный с кухней, для меня это такое счастье. Я прям захожусь, я постоянно радуюсь. Читая комментарии, некоторые писали, а чему ты радуешься, белобрысый? Купил себе какую-то халупу 54 метра и радуешься. Ишь, квартиру себе нашел. Я дико рад, что есть люди, которые действительно живут в каких-то, наверное, замках, огромных квартирах. Я вот этой площади каждый день, вот серьезно говорю, каждый день, когда я просыпаюсь, пью чай, кофе, выхожу на балкон, я произношу вот это вот слово из четырех букв. Кайф. Я получаю дикое удовольствие, потому что просыпаюсь, много кислорода. Мы приоткрываем чуть окошко, вот проветривается помещение хорошо. Соответственно, здесь находиться поясе однокомнатной квартиры, троем плюс собака, мы прям с женой не нарадуемся. Ребенок постоянно с нами, лазит, бегает, играет. Вот касательно соседей, смотрите, со всеми быстренько познакомился, кто за стеной живет, то на вещественной клетке. Самые шумные здесь мы, потому что она катает все по полу, соответственно, дискомфорт соседям идет от нас. Но, заметил одно, что живя на втором этаже, в этом же доме, в этом же подъезде, там было гораздо тише, там практически не слышал вообще никогда никого. Здесь, когда ты вечером заходишь прямо в туалет, слышимость лучше. Бывает слышно, как кто-то в душе поет, это да. Когда в комнате сижу вечером, тоже кто-то где-то поет, то есть есть, короче, певецов где-то поблизости. Периодически слышно, как кто-то разговаривает, но это в вечернее время, когда, знаете, тишина наступает в доме, вот кого-то можно услышать. По остальному же, такого, чтобы вот мы застали холодное время, чтобы было холодно, нет. У нас вся работа одна батарея, в этом плане никаких нареканий нету. Но вот пространство, друзья, я не знаю, кто из вас где живет, но вот для нас вот это место, которое вы видите, это прям во, во, во. Каждый день радуюсь то, что мы расширились. Из обновок, что прикупили мы, это в первую очередь вот этот диванчик. У нас не было мебели, кто не помнит, в каком состоянии мы забирали квартиру, ссылочка в описании, можно зайти посмотреть. Он нам обошелся по цене 36 тысяч рублей, специально брали его не угловой, чтобы нигде не жралось пространство, потому что сначала думали, но потом подыскали по размерам так, чтобы он гармонично влез сюда. Были диваны там на 20 сантиметров больше, где идут, например, дополнительные подстаканники здесь, да, можно сидеть, кофе пить. Но он выходил бы за вот эту стену. Было бы некрасиво, поэтому было принято решение, что на диване никто кофе не пьет. Есть отдельно стол, барная стойка, островок, кому как больше нравится, где мы, собственно, чаепитие прогоняем. Несколько дней назад жена говорит, нам нужен интерьерный жираф, как же мы без него будем жить? И вот, собственно, у нас теперь есть интерьерный жираф. Честно говоря, купили его для дочки, ну, ей нравятся различные мягкие игрушки, стараемся чем-то ее удивлять. Вот он, просто вот это вот, так сказать, товарищ, который отвечает за уют у нас в доме. Напомню, что раньше у нас тоже был камин от этой же фирмы Dimplex. И когда мы переезжали сюда, мы уже сразу поняли, что сюда мы поставим камин. В этот раз мы купили его покруче и помощнее. Ссылку на него я специально оставлю в описании, чтобы не было лишних вопросов, так как про него можно рассказывать очень долго, а куча режимов. Основное это, что можно выбрать различные цвета, как он будет подсвечиваться. Есть стандартный, который прям максимально приближен к пламени. Есть там вот синенький, еще какой-то красный. Я вам это пощелку в вечернее время даже специально сделаю под съемку, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Вечером, когда мы садимся, ребенок засыпает, включаем телевизор, включаем камин. Реально, вечером становится очень уютно. И самая главная фишка этого камина заключается в том, что он имеет возможность давать теплый воздух. Соответственно, вы все прекрасно знаете, какое у нас лето. Сегодня жарко, завтра холодно, отопления нет. Включил, пол сразу у тебя становится по дому теплый. Но он реально, он прям очень мощный. В этом плане мы включали пару раз, прям он тут же начинает гнать теплый воздух. Он большой, размеры у него хорошие. Но мы делали привязку следующую. Вот телевизор, и то есть, соответственно, мы идем по очагу. То есть, он у нас по симметрии встает красиво. Слева, справа интерьерная зелень. Круто выглядит. Каминов количество огромное, поэтому зайдете на сайт, посмотрите. Можно выбрать попроще, можно выбрать подешевле. Есть еще круче, еще дороже. Есть в современном стиле, есть камины, которые сделаны изначально под дом, под старину. В общем, вариантов, конечно, очень много. Здесь есть дополнительно сенсорное управление. В общем, кому интересно будет, почитайте. Но я вам серьезно говорю, мы от него просто в восторге. Потому что прямо вот хотели его. И слава богу, что нашли именно ту модель, которая нам вписывается. Многие, кто подписан на инстаграм канала, предлагаю вам это сделать прямо сейчас, смотрели, сказали, что в целом смотрится гармонично. Конечно, кондиционер, который тоже работает, здесь, конечно, не в тему. Потому что по-хорошему нужно было повесить это сюда. Но кто занимается кондиционерами, кто смотрел обзор квартиры, говорят, что он установлен здесь изначально правильно. Именно здесь ему и было место. Потому что раньше дивана не было вот здесь. То есть не было такого, что ты включил, и он тебе в лицо дует. Диван у них прятался вот здесь, прямо под кондиционером. То есть он спокойно обдувал ту часть. То есть передвигать его сюда, это сейчас нужно все штробить, тащить. Поэтому он вроде как беленький, вписывается в интерьеры. Поэтому двигать мы его не будем, по крайней мере, пока что. Зона спальни. Здесь лежит матрас, про который я вам недавно рассказывал. Мы специально его положили по этой части. То есть изначально его можно повернуть по-другому. И сюда поместить кровать. Кровать специально сейчас просим не привозить. В силу того, что, объясняю. У меня ребенку 14 июня будет один год, дочка. И она сейчас спокойно залазит, слазит. То есть нет страха никакого. Если поставить кровать, она, естественно, будет выше. Она по-любому будет пытаться на нее залазить. И есть вероятность того, что она тоже дрепнется. Поговорили с женой. Да вроде бы норм. Спим, так сказать, как мыши. Ложимся, все обнялись и спим. Я, жена, ребенок и собака. Поэтому в целом дискомфорта нет. Многие писали о том, что здесь будет мало воздуха. Я согласен с вами полностью. Его будет здесь мало, если закрыться. Но мы не закрываемся. То есть можно оставить с этой стороны щелочку, с той стороны щелочку. Там открыто и нормально. То есть по ногам не дует. Если лечь на пол и открыть все окна, естественно, будет дуть. Но вот на матрасе вполне нормально. Так-то вот это пространство, в принципе, большое. Потому что у нас здесь дополнительно помещается еще и детская кроватка. Раньше у людей здесь было даже рабочее место отдельно. Но у нас вот здесь исключительно зона спальни. А кроватка сейчас используется больше как вот что-то повесить, положить, убрать. Потому что ребенок в ней не спит. Он спит именно здесь. Любит вот так вот, знаете, развалиться в разные стороны. И все, спокойно спишь. В кухне вопросов вообще нету. И многим из вас она понравилась. С точки зрения того, что она так неплохо сюда вписывается. По цветам. Такая ненапряжная. Вся техника, которая есть, все работает. Была здесь установлена, скрыта посудомоечная машинка. Подключили ее. Вот это, например, машинка стиральная. Фишка в чем? Это фирма АСК. Как выяснилось, это швейцарская фирма, которая, говорят, люди сейчас такие уже даже в Россию не привозят. Она старая, но когда она покупалась, она была дорогая. И в этом плане машинка очень хорошо стирает. Она сейчас местами глючит, но факт в том, что вот машинка очень крутая. И это тоже важно учитывать при покупке квартиры на авторечке. Потому что сюда мы не покупали ничего, за исключением вот этих двух чайников. Все. Все остальное здесь, все, что было, осталось. Мы заказали клининг, нам все намыли, начистили. И, собственно, каждый день мы этим пользуемся. И все исправно работает. Света на кухне достаточно. Но не хватает только в одном месте над краном, над мойкой. По остальным вопросам, честно говоря, вопросов у нас не возникает. Конечно, там жена говорит, что на будущее сделаем по-другому кухню под себя. Сделаем на будущее. На будущее. Ну и, конечно, вот эти панорамные окна. Отмечают, что окна сделаны в каком-то отельном типе. Знаете, если там бывали в Турции где-нибудь, я не знаю, в Геленджике. В отель, когда снимаешь, если панорамные окна есть, вот они похожи у типа. Потому что люди, кто приходил, окнами занимаются, говорят, такого сейчас нет. То есть, здесь ты заходишь вот это как-то обслужить, еще что-то. Они говорят, типа, это уже старье. Но, друзья приходят, все говорят, типа, вау, реально, в глаза бросается. То есть, какое-то пространство, какое-то уют, то есть, какую-то свою атмосферу это придает. И самое главное, вот смотрите, у нас получается сторона солнечная в первую половину дня. То есть, до 12 в квартире солнце. Вторую половину дня солнца нету. Но, несмотря на то, что перед нами есть деревья, то есть, мы находимся с ними практически на одном уровне. Вот макушки мы видим. В квартире достаточно света. То есть, во второй половине дня, вот после часа дня здесь светло. Не нужно ничего постоянно включать. В этом плане огромный плюс. И я прям счастлив, что мы не живем этажами выше. Потому что, вот я выхожу, или там ложусь на диванчик, вот так вот смотрю, небо вижу, макушки деревьев. И от этого получаю удовольствие. Действительно. Но мне, по крайней мере, нравится. Вид из окна открывается, в принципе, шикарный. Потому что я вижу Царицынский парк. Вот эти вот все замки. Вдалеке стоят многоэтажки, которые в вечернее время подсвечиваются. И смотрятся, в принципе, неплохо. Мне нравится. Возможно, кто-то из вас скажет, что это фу, фигня. Круче, когда вид открывается на лес, наверное. То есть, здесь каждый выбирает сам. Ну что, я вас помурындал. Теперь мы переходим, так сказать, к основной теме выпуска. Древня балкон. Это очень важное место. Я, во-первых, очень сильно хотел себе квартиру с балконом. А, во-вторых, я хочу сделать здесь рабочее место. Вот давайте я вам кратенько расскажу, как это все происходило. Заехав сюда, я вызвал сразу троих человек. Первый, это был дизайнер. Второе, это были люди, которые занимаются установкой окон. И третий, это был Слава, который, собственно, является прорабом. И который будет дальше здесь делать ремонт. Значит, дизайнера я нашел. Вот через канал человек сам написал. То, что занимаюсь, могу помочь сделать. Со Славой давным-давно знакомы. Окна кто-то из вас посоветовал. Я позвонил. Они приехали, сделали замеры. Значит, что у нас происходит. Вот о кончике рассказывают следующее. То, что вот этот балкон, это вообще все стоит и держится якобы на соплях. Те, кто устанавливал вот эти окна, они все поставили там чуть ли не на перила. Соответственно, все сделано с нарушениями. И это неправильно. Что они предложили? Все полностью ломают. Включая вот все ограждения, пол вот этот. Все они вытаскивают, выкидывают нахрен отсюда. Дальше. Возводят основание. На это основание уже после будут ставить окна. Окна будут ставить соцтупом специально. Потому что здесь они прям под потолок уходят. Якобы так лучше для того, чтобы здесь повысить теплоизоляцию. Вот сюда я планирую поставить себе рабочее место. Как это будет выглядеть, я вам вывожу рендеры на экран того самого дизайнера. Это девушка Алина, за что я огромное спасибо. Помогает, работаем. Изначально я думал вот эту часть заложить, сделать стеной. Почему? Вы писали. Отец мне говорил, что если ты будешь здесь работать, сидеть в зимнее время, окна это холод, соответственно шея, а у меня ее и так периодически дергает, когда ветерок дует. Тебе это будет целая проблема. Было принято решение следующее. Что раз окно, да, вот здесь большое будет панорамное окно, оно будет идти с подогревом. Я ездил, снимал сюжеты, люди показывали, рассказывали, что у них есть. Реально работает, вот отталкивать холодный воздух можно. Таким образом, мне предложили поставить сюда большое панорамное окно с подогревом. Пол мы, естественно, будем утеплять. Он будет идти с подогревом. Здесь я, получается, сижу, работаю. Когда мы сидим за барной стойкой, вот этот вид из окна в вечернее время очень круто, все подсвечивается, сидишь, смотришь, ну действительно получаешь удовольствие. В зимнее время, когда нет листьев, это еще лучше все просматривается. Далее, у нас будут идти окна раздвижные. И тоже специальные окна, которые с повышенной теплоизоляцией. То есть, открываем, одно окно уходит сюда, другое окно уходит сюда, и у нас здесь получается такое большое пространство, которое будет давать возможность создать эффект, вроде бы у тебя балкон открытый. Ты открыл в летнее время, подошел, стоишь, у тебя ничего нету, ничего не мешается. Всякие мошки, мушки от комаров, я вам так скажу. Вот эти сетки, вот эта всякая мошкара, она как-то через подъезд залетает. Такого, чтобы в Москве я встретил в вечер, когда прям комары кусать, как это бывает в области, здесь нету. Здесь комары не живут, они не выживают. Здесь мы делаем а-ля французский столик. Что это такое? Он будет спрятан, ты его поднял, на ножках закрепил. Здесь один стул, здесь второй стул. В дальнейшем сюда можно будет даже поставить третий. И мы всей семьей можем, как, так сказать, аристократы, отзавтракать. Кофе, сок, яичница и так далее. В летнее время, я думаю, это круто. Когда все отзавтракали, все убрали, все, пожалуйста, свободное, большое пространство. Понятно, что на рендерах выглядит так, что здесь идет просто пол. Мы сюда положим коврик, чтобы когда я буду стул свой двигать, он там не шумел, не мешал. Но фишка такая, что у нас получается здесь все утеплено, окна с подогревом, пол идет. Дополнительно батареи я вешать не буду. В этом не вижу никакого смысла. И люди говорят, что и так все будет утеплено, будет тепло, будет хватать. Но если вдруг я не прав, они не правы, обязательно пишите в комментарии. Напомню, что балкон здесь идет вот такой трапециевидной формы, либо как кусочек пиццы. Дом рисовала группа архитекторов, молодежь, я так подозреваю. Зачем они так сделали, непонятно. Может быть, там какая-то в этом есть своя логика, задумка. Сам факт того, что для жизни это вообще неудобно. Когда ты идешь, у тебя там, где камера сейчас стоит, полно места. И когда ты приходишь туда, это вообще просто не развернуться. Изначально хотели сделать так, чтобы вот эту стену тоже ломаем и туда тоже ставим окно. Тем самым больше пространства, вроде как визуально интереснее смотрится. Потом, почитав и ваши комментарии, подумав, решили оставить так, что здесь будет идти шкаф, встроенный прямо в потолок. Куда можно будет складывать ряд вещей. Потому что у нас, как вы заметили, один шкаф только в прихожей есть. И нам вещей не хватает, куда убирать. Потому что основная масса увозится за город, домой. А здесь как бы у нас будут какие-то вещи на повседневную жизнь лежать. Ничего больше сюда мы городить не будем. Потому что в этом нет никакого логического смысла. За исключением того, что возможно где-то здесь появится какой-то интерьерный светильник. Ну повыше, чтобы ты, проходя, не разбил себе голову. В общем-то смысл такой. Значит, что по деньгам. Ну первое, давайте так. Дизайн проект, который вы видите с чертежами, с работы, чтобы дизайнер приехал, сделал. Он идет по цене 2000 рублей за квадратный метр. Где-то, возможно, я могу ошибиться. Если что, ссылку я оставлю на Алину. Вы можете связаться, там отправить фотографии своей квартиры, балкона, комнаты. И сказать площадь, чтобы она примерно рассчитала. А вы уж там дальше сами решите, надо оно вам, не надо. Будете вы ее услугами пользоваться или не ее. Фишка в том, что 2000 рублей квадратный метр это ориентир. Далее, вот за окна, внимание, договаривались так. Пол вот этот вот поднять, выкинуть. Вот это все дело сломать, выкинуть. После чего они возводят основание, ставят окна. За это обошлось бы примерно 220-250 тысяч рублей. Почему такой разбег? Потому что в последний раз, когда считали, было одно небольшое окно с подогревом. Потом переиграли, окно должно было стать больше. Должно было появиться еще дополнительно окно здесь. Вот вы сейчас увидите такое небольшое. Потому что как раз за этой формой трапециевидной. Здесь вот большое окно, вот какая фишка получается. Ты его до конца открыть не можешь, оно вот упирается в стену. Это неправильно. И поэтому будет небольшое окошко, чтобы можно было им гармонично и удобно пользоваться. Оно будет как раз такое тоже с проворотами. Открываешь и закрываешь там в режим проветривания и так далее. Вот за это примерно назвали 220-250 тысяч рублей. Пишите, как вы считаете. Значит, касательно ремонта и услуг славы. Эту цифру вы сейчас примерно видите на экране. Потому что в момент записи он считает. Вот такая картина, друзья. Здесь изначально я тоже думал то, что сломаем. Сразу ломаем, поставим какие-то, может быть, дверцы. Еще что-то обыграем. Читаем комментарии. Жена почитала, говорит, да ну нафиг. Люди писали, что это подоконник на кухне. Все равно придает свой уют. Что-то поставить можно. Лишним оно не будет. Согласились полностью. То есть в дальнейшем мы просто поменяем здесь окна. Поставим такие же свеженькие, новые. Там поинтереснее сделаем рисунок один. И все. А дальше останется все то же самое. Таким образом, вот вы сейчас видите, как это будет выглядеть. Ты заходишь на балкон. Столик есть. Рабочее место есть. Шкаф есть. Все. С подогревом, с кайфом. Ты ходишь, смотришь, любуешься. Друзья, я вам показал, рассказал. Обязательно пишите в комментарии, что вы думаете. Как надо было делать. Вот обязательно про окна с подогревом. Дайте ваш совет. Про окна, которые раздвигаются. Кто этим занимается. Объяснили, что есть там специальные окна, которые теплые. С механизмами. Все это круто. Потому что планируется так, что и в зимнее время, и в летнее, и осеннее, весеннее. Любое рабочее место там. Сел. И с комфортом. Самое главное, чтобы там окна ходить. Та же самая дочка выползает туда на балкон. Вот опять же. У нас был разговор из серии, что хотелось сначала на балкон положить на пол. Плитку. Пишет знакомый. Говорит, ну нафиг тебе эта плитка. Сам по себе материал холодный. Лучше делай что-то из дерева. Так будет комфортнее в летнее время и так далее. Либо говорит, что ты постоянно включать будешь. У нас же климат. Сами понимаете, какое днем тепло. Вечером холодно. В общем, это все дело нужно учитывать. Поэтому от вас жду комментарии. В заключении ролика хочу сказать то, что прям реально очень сильно доволен. И огромное спасибо всем тем, кто порадовался, что вот переездом и так далее. Я читал комментарии. Слезы вот так вот радости вытирал, что люди есть позитивные, добрые. В общем, будем стараться делать больше дальше интересных сюжетов. Про комнату, когда дойдем до нее, тоже вам сниму. Все полезные ссылочки по материалам. Камин, дизайнер и так далее. Все оставляю в описании. Заходите, смотрите. Мало ли у кого какие-то вопросы будут. До новых встреч. Следующий видеоролик у нас будет про новенький BMW X6. Лизинг и общение с владельцем. Что, как, почему. Все узнаете из этого сюжета. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на инстаграм-канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Кстати, один из популярных комментариев в предпоследнем ролике был о том, что все сюжеты из дома. Прошу хлопать холодильником вместо капотом в камре.